Здравствуйте телезрители, здравствуйте Людмила. Сегодня гость в нашей студии, успешный адвокат Людмила Дураева. И поговорим мы сегодня о пособиях военнослужащим. Здравствуйте Альбин. Военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, контрактикам, мобилизованным, положены ряд мер государственной поддержки. Такие меры, как участникам специальной военной операции и членам их семьи, могут обратиться в любую юридическую консультацию, фирму, и обязаны их проконсультировать бесплатно. То есть любая юридическая помощь, она осуществляется бесплатно для этой категории лиц. Далее, установлена единовременная выплата при гибели участника СВО в размере 5 миллионов рублей. Данную компенсацию могут получить члены семьи участника СВО. Также при получении увечья или травмы выплата в размере 3 миллионов рублей. Установлено также ряд остальных мер поддержки, таких как кредитные каникулы для граждан, участников СВО. Значит, если участник СВО получил какой-то ипотечный кредит, либо какой-либо вид кредита, то предоставляются кредитные каникулы. На весь срок СВО. Помимо этого, доходы мобилизованного или контрактника, добровольца не учитываются при получении семьей мер поддержки, таких как пособия на детей, беременным женщинам, в общем, и все прочее. Также мобилизованные и участники СВО освобождаются от уплаты налогов и пошлин, если учерен паспорт водительского удостоверения. Налоговая задолженность может быть разделена, и они могут погашать эту налоговую задолженность в рассрочку. Это предоставляется только участникам СВО и членам их семей. Также один раз в год, один раз в 10 лет могут отремонтировать индивидуальный жилой дом члены семьи, погибшего при СВО. Значит, помимо этого, предоставляются скидки на услуги по ЖКХ в размере 60% членам семей, участников СВО и самим участникам, естественно. Далее, существует программа льготного автокредитования для участников специальной военной операции и членов их семей. При гибели заемщика на СВО, значит, кредитные обязательства членов их семей или при признании его инвалидом первой группы могут быть списаны. Это немаловажно. Поменялись также правила обеспечения участников СВО и семей погибших участников на территории Украины. При предоставлении жилья размер общей площади на сегодняшний день исходит из количества членов семьи на день смерти погибшего. То есть, если супруга, допустим, была в состоянии беременности, она родила, и этот ребенок тоже учитывается. Вот. Участникам СВО и их семьям также не начисляются пени по просрочке и по оплате коммунальных услуг. Также участники СВО могут быть зачислены в ВУЗ на бюджетной основе. Предоставляется квота. Могут быть зачислены в ВУЗ также на бюджетной основе дети участников СВО, значит, и также дети участников СВО, которые обучаются на платной основе, могут быть сейчас переведены на бюджетную основу. Вот. Вот. То есть, при поступлении в ВУЗ им предоставляется приоритет. Также установлен единый перечень оснований для приостановления судебных или исполнительных производств, пока участник СВО находится в зоне боевых действий. То есть, все действия по рассмотрению судебных дел в судах, также исполнительных производств, судебных приставов исполнителей, они приостанавливаются на время нахождения, значит, участника на этой территории. Помимо этого, не могут быть наложены аресты или же какие-либо меры обременения или ограничения на имущество, на карты мобилизованных, контрактников, вообще всех участников СВО. Помимо этого, семьям военнослужащим предоставляется упрощенное получение пособий. Вот. Оформляется без учета доходов, как я сказала, мобилизованных. Дополнительная пенсия по потере кормильца положена членам семей погибших в том случае или же добровольцев, мобилизованных контрактников, разницы нет в том случае, если нет трудоспособного родителя. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в размере 21 922 рубля с копейками семьям военнослужащего, который погиб или пропал без вести на территории, значит, при исполнении своих обязанностей на СВО. Ежемесячные пособия военнослужащих на детей положены в размере почти 200 рублей ежемесячно. Помимо этого, предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение для участников СВО, военнослужащих, вообще контрактников, мобилизованных, добровольцев, волонтеров. То есть туда входит огромный перечень граждан. Вот. И предоставляется льготное, значит, поступление в сады, школы, в лагеря для детей, участников СВО. Предусмотрено что? Повышенный пенсионный стаж. Период участия в специальной военной операции учитывается в стаж в двойном размере. Значит, также пенсионный коэффициент за период участия в СВО, также пенсионные коэффициенты за период участия в СВО, значит, учитывается 3,6 коэффициента. Вот. Стаж для досрочной пенсии, значит, период участия в СВО учитывается при назначении досрочной пенсии за длительный стаж на два года раньше. И ежемесячная денежная выплата ветерану боевых действий в размере 3900 рублей почти положена. Спасибо, Людмила, за подробную информацию для наших телезрителей.